Профессору Глейхману отдыхать некогда. С утра четверга с художником обсуждают воскресную фотосессию, материал для буклетов и афиш. Вечером репетиция. В будни собирается не весь оркестр, человек десять. За час до репетиции Владимир Давидович встречается с музыкантами из Братской Украины и нашей съемочной группой. Это струнный инструмент. Домры малые, домры альтовые и балалайки. Ну некоторые там, некоторые вот здесь. Художественный руководитель и главный дирижер муниципального оркестра русских народных инструментов показывает нам свое хозяйство. Две комнаты под протекающей крышей ДК. Здесь Мосбиблиотека, здесь хранилище инструментов, здесь костюмерная, здесь весь архив. Здесь, в этом ДК, 46 лет жизни. Меня попросила выпускница нашего института культуры, которая работала здесь, заменить ее на месяц, пока она уедет куда-то в отпуск. Пришел на 30 дней и задержался. 40 лет ездил через всю Москву. Два часа в одну сторону. Из крошечного кружка взрастил оркестр. Сегодня это более 40 человек. Уже через три года после своего прихода в 72-м Видновский оркестр выступал на сцене Кремлевского дворца съездов по случаю 50-летия образования СССР. Заключительный концерт, который транслировался потом по интервидению, а туда, как советские торжественные концерты, были приглашены представители всех союзных республик. Развалилась страна, началась и закончилась перестройка, миновали лихие 90-е, обветшало здание ДК, а оркестр под руководством Глейхвана, гордость Подмосковья и один из старейших коллективов страны. Костюмов за полвека сносили в три комплекта. Впрочем, это не так много. Концертные изумрудные платья, в которых музыкантов можно увидеть на городских мероприятиях, носят уже более 10 лет. Берегут. А новых пока и не загадывают. Не подремонтировать, не пуговичку подшить, не баяны подремонтировать. Ноль. Денег ноль. Как же вы существуете? А мы существуем, как сами, как существуем, вот по инерции. По инерции. Музыканты в коллективе не играют. Нет, они живут. Музыка, дружба, традиция. Вот Вадим Вячеславович Головин, например, 60 лет в строю не пропустил ни одной репетиции, даже когда был главой района. Автор ряда произведений, которые исполняла в том числе Людмила Зыкина. Вот и в будний четверг он пришел, как положено, сел за пипитр. Нет, не подумайте, что оркестр жив только старожилами. Сегодня добрая половина музыкантов – школьники. И нет, дирижер ни в коей мере не сетует на жизнь. С самым скромным бюджетом. С невозможностью выехать на гастроли, а на счету коллектива всесоюзные и международные выступления. Он просто день за днем выполняет свою работу. Если у контрабаса отвалился, например, гриф, как это случилось перед выступлением в Голландии, склеит на месте и продолжит играть. Увидел хозяин дома, где я жил. Ну ладно, привозите. И вот он там, у себя в мастерской, он поставил на клей. За пару минут не рассказать обо всех участниках коллектива о том, как из них выросли большие музыканты, о том, как отцы приводили сюда сыновей, а потом и внуков. Не рассказать о семейных почти праздниках и всех трудностях. 14 декабря через месяц профессор Глейхман поднимется на сцену зала имени Чуйковского, чтобы получить правительственную премию «Душа России». Такое название. Точнее про дирижера, пожалуй, и не скажешь. Татьяна Кременецкая, Алексей Ильин, Елена Кошелева. Видное ТВ.